В Самаре обсудили состояние подростковой преступности, меры профилактики и противодействия. Глава города Елена Лапушкина приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основные правонарушения, зафиксированные правоохранителями в прошлом году, связаны с распространением запрещенных веществ и интернет-мошенничеством. Анализируя структуру подростковой преступности, можно отметить, что произошло снижение количества такого вида преступлений, как кражи, кражи из магазинов, грабежи и разбои. Среди мер воздействия на подростковую среду – освобождение судом от наказания с применением принудительных мер воздействия и помещения в специальные образовательные учреждения, где подростки-нарушители продолжают получать образование или осваивать профессию. По статистике правоохранительных органов, чаще всего противоправные действия совершают молодые люди в возрасте 16-17 лет из малообеспеченных семей. Многих толкает на преступление, отсутствие личного дохода и желание самостоятельно заработать. Этим часто пользуются злоумышленники в интернете, затягивая молодежь в преступные схемы. С целью снижения количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в образовательных учреждениях города сотрудниками полиции в 2023 году было проведено 4614 лекций и бесед на правовую тематику, 629 специализированных мероприятий в ночное время по выявлению несовершеннолетних в местах, запрещенных законодательством. За прошлый год выявили и поставили на профилактический учет 877 подростков. В отношении несовершеннолетних составили 570 протоколов об административном правонарушении. Сотрудники полиции выявили за год, что 133 подростка распивали в общественных местах алкоголь. Участники комиссии попросили у правоохранителей списки торговых сетей и магазинов, которые продают алкоголь несовершеннолетним, для проведения дальнейшей профилактической работы с нерадивыми продавцами. На комиссии обсудили также вопросы учета детей иностранных граждан, которые проживают на территории города, в процессах образования и воспитания. Мы должны их научить, никого не потерять, посмотреть, чтобы у них была оформлена гражданция или хотя бы регистрация, чтобы они соблюдали закон. Число детей иностранных граждан составляет 1,6% от общего количества самарских школьников. Сотрудники образовательных учреждений в рамках компетенции осуществляют поддержку адаптации и социализации детей-мигрантов. Департаментам образования было поручено ежемесячно в течение учебного года проводить профилактические беседы с родителями и детьми из семей мигрантов с введением соответствующего протокола. Из предложений организовать максимальное вовлечение несовершеннолетних во внеклассную работу, ежемесячно проводить беседы с родителями иностранных детей, устраивать тематические классные часы в целях профилактики экстремистских проявлений, больше проводить совместных мероприятий, походов в исторические музеи, этнопарк дружбы народов. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.